В эфире Оркин Медиа, программа новости с событиями и происшествиями. К этому часу познакомят мои коллеги и я, Кмарал Кладбекова. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Усиленный контроль. В Казахстане изменили правила выплаты адресной социальной помощи. Обращаться в центр занятости населения. Счет на секунды. Как оказать первую медицинскую помощь? При переломах накладываем шину. Золото в копилку. Балхашис стал победителем чемпионата Азии по грэпплингу. У меня было четыре схватки. Специалисты назвали предварительную причину смерти трехлетнего мальчика в селе Бурмашевского района. Его украл и задушил знакомой матери. Напомним, тело трехлетнего ребенка нашли в лесопосадке на окраине. По подозрению в убийстве задержали 23-летнего знакомого мамы мальчика, который после ссоры вырвал его из рук девушки и скрылся. После преступника задержали. Согласно судебно-медицинской экспертизе, предварительной причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия от сдавления шеи и грудной клетки тупым твердым предметом. На его теле обнаружили переломы и ребер, закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода и основания черепа, кровоизлияние в мозг и разрыв правого легкого. Окончательный диагноз поставят после гистологического исследования. В Казахстане изменили правила выплаты адресной социальной помощи. Сумму будут перечислять в случае изменения состава семьи и дохода. В назначении АСП могут отказать семьям с доходом выше черты бедности, трудоспособным гражданам, которые отказались от предложенной работы, и тем, кто предоставил ложную информацию для получения выплат. При этом размер адресной социальной помощи пересчитывается в случае изменения состава семьи и дохода со дня наступления указанных обстоятельств. Получатель должен сообщить об этом в течение 10 рабочих дней. Каждые три месяца специалисты проводят мониторинг и при выявлении в соответствии незаконно полученные деньги придется вернуть. В Балхаше были факты подоставления ложных сведений. Некоторые жители добровольно вернули перечисленные. По остальным документам готовят в суд. Кроме того, теперь лица, получившие временную прописку, могут подать документы на получение выплат только через полгода. Сейчас адресную социальную помощь получают больше 200 балхашских семей. Раньше по временной прописке можно было сразу подавать документы на АСП. Сейчас только по прошествии шести месяцев. Данные изменения внесли приказом министра труда и соцзащиты в конце августа. С подачей заявлений и по вопросам адресной социальной помощи нужно обращаться в Центр занятости населения. Экзамены на водительские права балхашцам придется сдавать в Караганде. После реформы регистрационные подразделения в городах закрыли и передали их функции в спеццены, а ближайшие к нам находятся в областном центре. В начале года вышел закон, по которому проведение теоретических и практических экзаменов на права передали в госкорпорации и правительство для граждан. 1 июля регистрационные подразделения закрыли и перевели их функции в цены и спеццены. Теперь в Балхашском центре обслуживания населения могут сдать экзамены только те, кто лишился водительского удостоверения. А жителям города, которым первично нужно пройти проверку теории и практики вождения, придется ехать в Карагангинский спеццен. Там в настоящее время автоматизированный автодром, на котором сдаются экзамены кандидатам без посторонних. То есть он сам один садится в машину, ездит, камеры это все фиксируют. Однако сейчас автодром на ремонте, буквально до конца, это плановый ремонт, до конца октября этому завершится и полностью будет приниматься экзамены. В настоящее время мы на территории старого автодрома, это возле ОКУ ГАИ, прогресса 1, комиссионно принимаем экзамены по практическому экзамену. А теорию сдаем в спеццены. В Балхаше члены партии Нур-Отан обсудили партийные задачи, а также остановились на основных направлениях послания президента Касамжамар Татукаева. На заседании приняли участие Аким города депутаты и члены партии. Первым делом участники разъяснили послание президента, после обсудили основные задачи партии Нур-Отан, среди которых снижение коррупции, привлечение активной молодежи в ряды партии, предотвращение митингов и тесная работа с населением. По каждому пункту поставили конкретные цели и приняли решение. Сейчас нам необходимо выявить на местах принципиальных, отстаивающих свои позиции активных членов партии. Тех, которые не сидят на местах, которые идут в народ и представляют интересы населения. И здесь главные акценты программы – это вернуть доверие гражданам. На этой неделе отметят Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Умение остановить кровотечение или зафиксировать перелом пострадавшему до прибытия служб может сыграть решающую роль в спасении жизни, особенно в течение так называемого «золотого часа». Мы решили узнать у балхажцев, знают ли они, как оказать первую медицинскую помощь. Рубрика «Глаз народа» далее. Если есть кровотечение, значит, нужно правильно наложить либо жгут взять из аптечки в машине, если таковой есть, или что-то использовать из подручных средств. Пощупать у него пульс, если он есть. И вообще его не трогать лучше, а вызвать скорую помощь. Если человек упал в обморок, то ложим его на плоскую поверхность, запрокидываем голову, под голову подкладываем какой-то валик или подушку, чтобы голова была запрокинута, и делаем искусственное дыхание, либо прямой массаж сердца. Допустим, с сердцем плохо стало, значит, нужны лекарства специальные, волокордин. Если сильный ожог, то смотря еще какой, химический бывает, термический. Если химический, то нельзя никаких жидкостей применять при этом. Только, ну, типа, какой-нибудь бинт, что-нибудь такое прикрыть, просто ожог. Если человек без сознания, получается, допустим, не прослушивается сердце, тогда, значит, нужно делать искусственное дыхание до приезда врачей. При переломах накладываем шину, то есть берем какой-то плоский предмет, палку, перевязываем и ждем скорую помощь. Дыхание ему возвратить, вот, и тут, значит, ему массажировали и вдыхали в рот. Если это переломы, значит, нужно смотреть тогда, в каком именно состоянии. То есть, если человек лежит на спине, жалуется, в боль в спине трогать ни в коем случае нельзя. Ну, если, например, кровь идет, кровотечение выше колена, накладываем жгут, ложим записку, когда наложили жгут и вызываем скорую помощь. Балхашец Алем Байдагулов стал победителем чемпионата Азии по грэплингу. Золото в одном из видов борьбы спортсмен привез из Узбекистана. Турнир проходил в Ташкенте. Для участия приехали около тысячи спортсменов разных возрастов из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В том числе и 13-летний балхашец Алем Байдагулов. Он выступал в весовой категории 47 килограммов и провел 4 схватки. В финале в соперниках был алматинец, с которым Алем встречался на чемпионате по джиу-джитсу. Тогда балхашец уступил, а в этот раз сумел одолеть противника и победил со счетом 6-0. У меня было 4 схватки. Соперники были из России, из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Было тяжеловато. Это был полуфинал против Кыргыза. Счет был равен, но в конце схватки я выиграл. По баллам. Это все новости. До встречи в эфире завтра в 20.15. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова